Всем привет! Сегодня у нас будет интересное видео. Это ремонт двигателя Duster 2013 года. Двигатель F4R 2-литровый. Впервые на канале. Так что видео, я думаю, будет интересное. Так, здесь у нас следующая ситуация. Два владельца, привезён из Подмосковья, город Жуковский. По-моему, это Подмосковье. Жрёт масло литр на тысячу пробега. Просят отремонтировать. Клиент с собой привёз сцепление, помпу, фазик, ремни и всё. Кат не удалялся. Жалуются ещё на выхлоп. Там, говорит, ставили ремонтный резонатор на хомутах и всё это начало просекать. Есть проблема. Машину привезли своим ходом, но вот теперь она не заводится. То есть у нас на площадке она постояла. Помыли кузов, помыли двигатель. Были вспышки, сейчас и вспышек нет. И крутится как-то очень легко. Что-то подозрительно. Смыли, похоже, компрессию. А может быть какие-то разъёмы. В какие-то разъёмы, может быть, влага попала. Машина в жирной, как сейчас модно говорить, комплектации. На механике, с полным приводом. Салончик чистенький, ухоженный. 178 тысяч пробега по одометру. Звонков по этим моторам практически нет. На моей памяти это второе или третье обращение. Вот кто-то ещё тоже из Москвы обращался, но пропал. Хотел приехать и как-то не приехал. Так что такого вала по ним, как по корейцам, нет вообще. Ну, может быть, они ездят куда-то в другие места, я не знаю. Семейство F4R достаточно популярно. Много этих моторов, вариаций самых разных. Но у нас по ним опыта практически нет, скажу честно. К нам они не едут. Но об этом я уже сказал. Итак, здесь алюминиевая головка, плита передняя. Смотреть здесь особо не на что. Загоняем на подъёмник и приступаем к демонтажу двигателя. А дальше рассмотрим всё поподробнее. Но до этого я покажу, как он запускается. А точнее, не запускается вообще. Хорош. Хватит. Последние остатки компрессии куда-то улетучились. Крутится очень легко и быстро. Что навевает на мысли, что компрессии здесь особо и нет. Ну, у французов всё как-то оригинально сделано. Как-то вот не по-людски. Всё по-французски, скажем так. Смотрите. Здесь снят впускной коллектор. Снята железка для охлаждения воздуха. Такой радиатор здесь вот приколпачен. И короб, который одевается на дроссель, вот его сейчас вытащить невозможно. Почему? Потому что дроссель прикручен к головке. И только когда будет откручен дроссель, можно будет вытащить вот тот пластиковый корпус. Итак, прошло полдня. И двигатель с дастера ещё не снят. Ну, если бы это был кореец, то двигатель бы уже стоял на полу. Он где-нибудь вот там. А здесь всё не так просто. Машина весьма интересная в плане конструкции. То есть сейчас я поподробнее всё-таки остановлюсь на определённых аспектах. Ну, конечно, некоторые зрители опять скажут, что вы ноете, что вам всё не так. Давайте самые лёгкие машины подавайте. Я скажу проще. Когда ты видишь, насколько конструктив машин отличается и насколько машина спроектирована проще, грамотнее и удобнее для обслуживания, конечно же, такие автомобили уже делаются скрипя сердцем, скажем так. Но одеваться некуда. Опять-таки мы снимаем контент. Это всё-таки большой плюс. Как зрители просили, дайте что-нибудь нового. Корейцы надоели. Нам они тоже иногда надоедают. И мы берём что-нибудь этакое. И вот сегодня этакое у нас висит на подъёмнике. Ну, во-первых, я даже не знаю, с чего начать свой рассказ. Начну с того, что здесь вариантов, кроме как снятия подрамника, практически нет. То есть настолько неудобно, неграмотно и по-дурацки спроектирован кузов в плане демонтажа снятия, что просто диву даёшься. Вот смотрите, передняя часть автомобиля, она вообще неразборная. То есть это всё сварено и всё представляет из себя единое целое. Как следствие, радиаторы, которые здесь стоят, никуда невозможно снять вообще. То есть если вдруг вы где-то что-то там пробьёте на трассе камешком или у вас что-то потечёт вдруг внезапно, как в сказке, вы проклянёте всё. Всё, здесь для того, чтобы снять радиаторы, нужно снять подрамник. Вот там он лежит, этот подрамник, к нему я вернусь отдельно. Идём дальше. Гайка левой ступицы не откручивается, поэтому мы её откручивать не будем. Привод просто выбиваем из коробки, вот оставляем так висеть. То есть что можем откручиваем, что не можем не откручиваем, если уж совсем не критично и не мешает для демонтажа. Что ещё? Очень неудобное расположение роликов и вообще навесного места мало. Двигатель довольно длинный, но лонжероны узкие. Соответственно, оперативного простора для действия механика практически нет. Но всё-таки радиаторы демонтированы, вот они здесь лежат и сейчас я сделаю обзор по ним. В общем, снимается и бампер, снимаются и радиаторы. Попутно ломаются крепления трубок, куски остаются уже в самом радиаторе. Всё это от старости закисло. И учитывая в целом непрезентабельный вид самого радиатора-конденсора, я клиенту посоветую его обновить. Основной радиатор мы будем мыть. Крепление этого радиатора отвалилось. Вот здесь вот пенёчек, пластиковый штырёк, который является опорой радиатора, отвалился. Можно, конечно, сказать, что давайте заменим весь вентилятор, но мы так делать не будем. Я боюсь, это будет недёшево. Есть варианты ремонта таких проблем. Просверлится отверстие, туда войдёт болт и всё это зафиксируется гайкой. Проверено ездит. Основной радиатор умеренно загрязнён, но мойкой не будет лишней. Сделан, между прочим, в Румынии. Вот здесь вот ярлычок есть. И, конечно же, я предвижу некоторые комментарии. Первый же комментарий будет о том, что вы могли бы высверлить вот эти вот обломки и не ставить клиенту новый радиатор, сэкономив его деньги. Вот смотрите, мог бы, мог бы. Но, во-первых, если это будет ручное сверление, то есть обычным шуруповёртом или дрелью, высок риск того, что ось сверления уйдёт в сторону. А поскольку здесь алюминий, то просто не получится высверлить качественно. К чему это приведёт? Обломок останется внутри, такое частенько бывает. И ось, ну, может быть, что-то там просверлится, уйдёт в сторону куда-то. И в дальнейшем, когда мы нарежем резьбу, болтик встанет криво. Ну, я просто гипотетически объясняю. Я такие моменты сразу всегда раскручиваю на несколько шагов вперёд. Что может произойти? И вот объясняю, почему мы так делаем. Если болтик встанет криво, гипотетически, да, ну, то есть, вот слесарь сделает плохо это сверление, не возьмёт за него ничего, то есть, естественно, это будет бесплатная работа. Ну, либо возьмёт там рублей 200-300, грубо скажем, копейки. Смотрите. Мы экономим клиенту деньги, собираем, сверлим, начинаем вакуумировать систему. Ну, даже, допустим, вакуумацию она пройдёт и заправится фреоном и уедет. Через неделю, к примеру, если дойдёт до того, что здесь начнутся утечки фреона, клиент сразу же скажет, что вот вы тут насверлили криво, в сервисе его в этот кнут носом, скажет, вон, смотри, рукожопы, сделали плохо, из-за них у тебя теперь уходит фреон. А для того, чтобы поменять радиатор, нужно снять, например, подрамник. И всё, тонны лучей поноса будут обеспечены. Всё, вы все плохие, вы все такие-сякие, вы мне плохо сделали, и за вас я заплатил кучу денег за тем, чтобы мне поменять радиатор. Вот из-за этого я не буду здесь ничего сверлить. Понятно, что если вы перекуп, что если вы мыслите категориями, как обмануть, как сделать что-то и ничего не делая, никаких вложений не делая, можете, может быть, вы что-то тут и придумаете. Не спорю, может быть, это будет работать. Неделю, месяц, год, два, не знаю. Я не хочу никаких потом претензий за вот эти сверления. Поэтому радиатор я буду менять на новый. Надеюсь, объяснил доступно. Размеры воздушного фильтра просто поражают своей скромностью. Он неприлично мал. Для двухлитрового мотора это, конечно, очень-очень мало. Тем более для внедорожника, который лазит по грязи и песку. Вот этот загадочный радиатор, который стоит перед двигателем и якобы что-то там охлаждает. Но, может быть, у него какая-то другая функция. Вы можете об этом написать в комментариях. Впускной ресивер тоже невелик. Никаких турбулизаторов, заслонок нет, ничего. Просто несколько резиночек и все. По двигателю пока сказать нечего. Присутствует теплообменник. Вот он перед вами с масляным фильтром. Ну, в общем-то и все. Пойдем дальше. Полный привод. Редуктор отбора мощности на заднюю ось вот здесь прилеплен так же, как у корейцев. Конструктив пока непонятен. В месте входа привода никакой опоры промезуточного вала нет. Точнее говоря, она как бы совмещена, эта опора, вместе с самим угловым редуктором. Вот что интересно, да, смотрите. То есть они на этом сэкономили, как-то приблизили эту опору ближе к редуктору, и ее практически нет теперь. В общем, просто экономия здесь тоже присутствует. Ну, вот пошел карданный вал на заднюю ось. Вот здесь задняя часть. Стартер, конечно, в очень удобном месте. Спрятан. Вот его попка виднеется. Коллектор выпускной. Прикрытый кожухами. Здесь он прикручен к раздатке усиливающим кронштейном. Дальше идет гофра и катализатор. Вот такая вот баночка. Гофра порвалась. Так что вот у него здесь и бренчало в выхлопе. Так что гофру нужно менять. Насчет катализатора не знаю. Может быть сделаем эндоскопию, посмотрим позже. Вот у него ремонтные вставки сделаны. Они нормально абсолютно сделаны. Немножко, конечно, подсекало через хомут. Вот есть чернота. Но все равно основные звуки у него были явно через порванную гофру. Задняя подвеска Duster. Образец величайшей французской инженерии. Все сделано вот на таких вот тонюсеньких палочках. Рычагов, как таковых, здесь нету. Есть следы ржавления. Но в целом все это держится и каким-то чудом ходит. Я уж не знаю каким. На Альфа Ромео и, по-моему, на Хайме я тоже видел такую подвеску. Такого же типа. Все вот на трубочках, на палочках. Такой вот конструктив. Но нас эта подвеска особо не интересует. Наше дело двигатель. У механика, который снимает двигатель, были, конечно, призрачные надежды на то, что хотя бы подрамник разбирается. Но нет. Французы оставили сюрприз. И подрамник неразборный. Он цельносварной. Соответственно, имеется геморрой при его снятии и установке. Это все банально неудобно и нетехнологично. Но что поделать? Дастер – бюджетная машина. Так что, если вам понадобится снять радиатор или, упаси Боже, поменять сцепление, вы возрадуетесь этому автомобилю. Не просто так клиент привез сцепление. Не просто так он привез хорошее сцепление. Не сэкономил на нем. То есть, не привез какой-то китайский дешман. Ну, вали его. А если поставить китайский дешман, то в дальнейшем, если это сцепление отрыгнет, то ему придется очень не сладко. Среди большого количества автохимии, представленной на нашем рынке, хотел бы особо выделить торговую марку «Лавр». Отечественные продукты неизменно высокого качества закрывают широкий спектр потребностей как автолюбителей, так и профессиональных СТО. Наиболее востребованным средством в нашей повседневной практике является жидкий ключ «Лавр». Достаточный объем, умеренная цена, а главное, реально облегчает демонтаж прикипевшего крепежа при снятии ваших двигателей и ремонте ходовой части. Автолюбители также могут оценить продукты импортозамещения, многоцелевую смазку-спрей LV40, которая действует и как жидкий ключ, и как проникающая смазка, обладая удобной системой двойного распыления. Попробуйте в действии. Ну а пока все. Сейчас механик перекурит, вспомнит всех мам и дедушек по отцовской и материнским линиям и пойдет дальше снимать двигатель. А я пойду сниму. Дастер писится от страха антифризом. Вот так вот все это будет выглядеть. Тележка специальная, гидравлическая. На нее ставится двигатель вместе с коробкой. И только так будет демонтироваться. Ну, как ребята заметили, владелец Дастера должен быть очень богатым человеком ввиду вот такой вот конструкции машины. Нужно отметить еще дополнительно проводку. Проводка уходит под панель через моторный щит вот туда. И чтобы проводку демонтировать, нужно сначала снять все навесное. Только после этого можно проводку отвести в сторону. Могли бы предусмотреть какой-нибудь разъем для упрощения демонтажа, но не сделали этого. Двигатель с Дастера дошел наконец до кантователя. Мотор изрядно тяжелый, благодаря тому, что он большого размера, с чугунным блоком. В общем, как у меня один знакомый сказал, который купил Каптюр, классика жанра. Сейчас таких не делают. Чугунный блок, гидрокомпенсаторы. Что еще нужно для счастья? Вставь ГБО и езди, радуйся. Вот он, идеальный мотор. Но это пока я так думаю. А такой ли он идеальный, мы посмотрим дальше. Пробежимся немножко по особенностям. Боковой отвод антифриза здесь, в виде вот такой блямбы алюминиевой. Над ним две заглушки, выходы распредвалов. Теплообменник с масляным фильтром. Нижняя часть коллектора алюминиевая. В нее вставляются форсунки. При этом рампа топливная пластиковая. Снята подушка и виден ремень. То есть, часть подушки одновременно является еще и кожухом для ремня ГРМ. Верхняя пластина алюминиевая. Что может вести в заблуждение кому-то подуматься, что мотор цепной. На самом деле нет, конечно же. Он ременный. А здесь пластмасса. Выпускные каналы изрядно закоксованы. Клиент говорил, что расход масла приличный. Судя по высоте головки, верхняя крышка алюминиевой является одновременно постелью распредвалов. По аналогии, как на ВАЗовском моторе 16-клапанники. Но и на Меганах такие моторы 1.6-16-клапанные стоят. Правда, до нас он так и не доехал в ремонте. Но хотя бы двухлитровый посмотрим. Специнструмент у них, насколько я знаю, одинаковый. У нас он уже есть в наличии. Сцепление клиент предусмотрительно привез с собой. Новый комплект. Здесь корзина подпаленная. Диск изношен. Маховик не двухмассовый, обычный. Так что крутильные колебания на механике, наверное, будут иметь место быть. Но владельцам дастера не привыкать. После какой-нибудь Нивы шик, блеск, красота. Иномарка. Чугунный блок покрыт коррозией. Краска, если и была, то давно сгнила. Поддон здесь алюминиевый, литой. Стартер с генератором отдадим в специализированную фирму. Там их разберут, почистят, поменяют подшипники генератора. Посмотрят щетки, если надо, заменят. И сделают ревизию стартера. Вот так выглядит выпускной коллектор. Катализатор находится далеко. Это большой плюс этого автомобиля. Минус то, что гофра здесь порвалась и прогорела. Конструкция двигателя немножко необычна для нас. Дело в том, что здесь вот, по сути, теплообменник находится на блоке. Я уже показал. Но еще один теплообменник фактически находится здесь. То есть здесь антифриз с маслом тоже соседствует. Сейчас я покажу боковую крышку. И сепаратор для картерных газов, который отделяет масло. Вот он сейчас демонтирован. Это сепаратор с клапанной крышки. А это боковой отвод. Видите, масло здесь тоже ходит. Либо это просто, скорее всего, переток масла с одного канала на другой. Сделали через боковой отвод. Ну и попутно, соответственно, выравнивается температура масла антифриза. В принципе, грамотное решение. Нижняя часть впускного коллектора. Прокладка металлическая. ГРМ ременный. Два ролика. И помпа. При этом ролик обводной почему-то вот с такими ребрами сделан. Уж не знаю, с каких соображений. Может быть, гасится шум или что-то еще. Но при этом на ремне следов почти нет. Почти. Чуть-чуть виднеются. Помпа герметичная. Ничего с ней не текло. Ну, разве что чуть-чуть совсем. Вот что-то капельки там какие-то есть. Но все равно поменяем на новое благо, что клиент привез. Старые конструкции соседствуют с новыми технологиями. Распредвалы представляют из себя пустотелые стальные трубы. Не есть хорошо для ресурса. Чугунные распредвалы были бы лучше. Но Европа чугунные, скажем так, производство давно уже выкинула. Поэтому остаются вот такие вот краильные технологии, которые людям подаются под видом современных. Но зато гидрокомпенсаторы остались. Через коромысло с роликовым толкателем это очень хорошо. Можно смело ставить газовое оборудование и забыть про регулировки клапанов. Крышка собирается на аэробный клей. С постелями и шейками распредвалов все относительно хорошо. Смотрите, какая грамотная конструкция. Это специальные пазы, для того, чтобы клей не выдавливался к шейке распредвала. Через эти же пазы осуществляется дренаж масла от передней шейки под сальником. Вот вазу, вот это бы надо взять на заметку. Касаемо распредвалов на 1,6 и 1,8. Там это действительно проблема. Вот здесь уровень инженерии в этом вопросе, конечно, на высоком уровне. Чугунный блок, закрытая рубашка. Мечта многих владельцев иномарк. Этот мотор бы с Дастера, да на какой-нибудь Ки или Хюндай, и цены бы не было. Самое интересное внутри, яркий хон. Ну да, есть, конечно, пятнышки. Но, тем не менее, ни за лысин, ни за диров. Все отлично. Закрадываются мысли о том, чтобы просто поменять кольца. На головке не экономили. Просто кирпич алюминия. Да оно и хорошо в плане жесткости мотора. Смотрите, вообще не экономили на металле. Тяжелая, массивная. Камера сгорания похожа на старые апелля. Ну и проблем здесь нет. Особо у масложора тоже что-то не видать. Может быть, перебдел. Конечно, всплывает вопрос о том, почему машина перестала запускаться. Может быть, водой что-то залили при мойке двигателя. Уж я не знаю. Будем надеяться на лучшее. Первый цилиндр и последний, четвертый. Ну, либо по французской маркировке наоборот. Тут еще надо посмотреть, куда он выставляется. Вот у него стрелочки. К маховику. Главное потом не перепутать. Ну уж, разберемся. Чем-то головка напоминает старые Mitsubishi. Я думаю, постоянные зрители канала, которые смотрят нас много лет, прекрасно вспомнят те моторы. Тоже с узкими вот этими шейками. Нижними, но широкими шейками сверху. Чем-то напоминает Pajero Pinin с двигателем Jedi. Так что не удивлюсь, если где-то когда-то там Рено и Mitsubishi имели какие-то общие дела. Покупали друг у друга патенты на моторы. Потому что, ну, явно, вот прям Mitsubishi эта головка. И это мне нравится. Это очень хорошо. Так что, если бы в Sorento был такой мотор, ну, объемчиком хотя бы 2.4-2.7, я бы мог сказать, что это вообще идеальная, можно сказать, машина, кроссовер. Также, смотрите, маслосъемные колпачки, ну, немножко подзадубили, слегка. Можно обновить, но явно проблема была не в них. Конструкция грамотная. Прижимаются пружинкой, то есть не слетят, одновременно являются вот нижней опорной тарелкой. Эти колпачки. Касаемо клапанов тоже криминала нет. Стержни длинные, клапана такие путевые. Фаски широкие. Ну, в целом, по головке вообще конструкция отличная. По фаскам седел тоже никаких нареканий нет. Еще и направляющие латунные стоят. Вообще шик, а не мотор. С Duster демонтировали поддон. Конструкция примерно напоминает мне Logan 1.4-1.6. Есть, ну, если я, конечно, не ошибаюсь, давненько я уже их не делал. Масляный насос, он же заборник, приводится в действие цепью втулочно-роликовая, считай, вечная. Некий башмачок вот здесь находится внутри. Сепаратор-отделитель масла от каленвала пластмассовый. В поддоне есть прокладка. И оцените маслосливную пробочку. Насколько высоко она возвышается над картером, что интересно. И сколько масла здесь останется при попытке его слить. Твоя рожа там видна. Да нет, видно. Уйди. Для чего ты выкручиваешь вовнутрь? А, так и надо. Внутрь выкручивать. Маленькие гномики-фиксики будут выкручивать. Ты наоборот, что ли, закручивал? Не, ну, здесь, конечно, есть некий маленький желобок. Так что любители попараноить и откачать старое масло шприцом могут успокоиться. А вот здесь у меня мысли появляется об Opel, потому что крышка съемная. Передняя крышка с сальником. Прокладочка есть путная. И маленький башмачочек, который надевается на штифты. Каленвал неполно противовесный. И есть форсунки охлаждения пашни маслом вон там. Шатуны такие доисторические. Массивные, широкие. Нет, этот мотор мне определенно нравится. При ремонте французов нужно помнить, что у них все делается через задний проход. То есть, относительно того, что у нас мы привыкли маркировать коренные бугеля, начиная от ГРМа. То есть, для нас Библия это слева направо. Но у них все наоборот. Справа налево. Как у арабов. Начиная от сцепления. Для некоторых это непривычно. Те, кто делают такие моторы редко, могут здесь допустить ошибку. Итак, у нас ГРМ слева. Видим, да, первый, второй, третий, четвертый, пятый бугель. Соответственно, для того, чтобы нам не обмануться здесь, мы делаем свою маркировку. То есть, как мы привыкли делать слева направо, так и ставим маркировку. То есть, для нас будет первый бугель, это пятый. И, соответственно, дальше по порядку. Кроме последнего бугеля, который накрывает сальник коленвала. То же самое мы сделаем на шатунах. Промаркируем их согласно тому порядку, к которому привыкли. Масляный насос классической конструкции. Такие мы видели на ВАЗовской классике, на УЗАМах, на Мерседесах старых. Здесь Рено не изменяло своим принципам. Проблем с шестеренками нет. Небольшие рисочки, царапинки в расчет не берем. Поэтому насос оставим как есть. Сегодня мы разбирали хондовский мотор двухлитровый с CR-V. Там, конечно, коленвал и шатуны не чета Реновским. Вот здесь все нормально из шириной шатунных шеек. Посмотрите, насколько широкие шеечки, какие широкие вкладыши. То есть, все сделано грамотно. Конечно, мощность, наверное, не столь высока, как у Хонды. Вибрации побольше, едет похуже, тянет поплоше. Но, тем не менее, подход к инжинирингу соответствующий. По вкладышам никаких проблем нет. Ну, есть тут буквально парочка потертостей и не более того. По шейкам коленвала тоже все хорошо. Вот у Хонды, если сравнивать, примерно вот где-то раза в полтора шейки уже. Причем коленвал там массивнее. Ну, как следствие, проворот. Несущая способность вкладышей хуже. Шатун здесь впечатляет. Мощный, кондовый, толстый. Так что можно не опасаться. Насколько мне известно, были варианты этого двигателя с турбонаддувом. Так что вполне себе мотор достойный. Мне понравился, если честно. Поршневые кольца. Ну, скажем так, не самое дно, но близко к тому. Первая компрессионная 1,25 мм. Вторая 1,5 мм. Уже неплохо. Массосъемное кольцо всего лишь 2 мм. Кольца залегли. Подвижность потеряли. Вот здесь вот. Здесь еще как-то немножко есть. Что-то пружинит. Здесь уже все впечаталось. Попробуем померить диаметры цилиндров. Посмотрим, что с геометрией. Предполагаю, что все будет неплохо. И здесь как вариант менять кольца. Может быть даже поршни. А может быть поршни вообще оставим. Немножко можно досверлить еще канавочки. Сливные их здесь всего 2 на каждую сторону. И все. Палец, кстати, плавающий. Так что в целом конструкция двигателя мне весьма понравилась. Старые надежные чугунные технологии. Вот если бы все моторы такие были бы, то мы сидели бы без работы. Единственное, что может подпортить общую картину благолепия всей этой конструкции, это форсунки масляные. Даже не то, что они здесь есть. Это отлично, что они тут присутствуют. Но вот их конструкция немножко Рено сэкономили. Точнее говоря, упростили процесс сборки. Им-то удобно, а нам не очень. Масляные форсунки здесь запрессовываются в блок. Для того, чтобы их поменять, нужен специнструмент. Но в данном случае, если мы отделаемся заменой колец, то форсунки доставать не придется. Они нам не будут мешать. Но вот в случае расточки блока, форсунки придется выпрессовывать. На поршнях маркировка Кольбеншмидт, Германия. Так, размеры поршней примерно все одинаковые. Сейчас вот нутромер настрою и посмотрим, что в цилиндрах. Так, начнем с первого-четвертого цилиндра. Для нас он будет все равно первым. Вот результаты замеров, конечно, мне не понравились. Я уже промерил блок. И здесь зазор практически до 0,08. Ниже он начинает падать. До 0,06. Второй цилиндр. 6, 7, 7, 8, 8, Тоже 8. Мы сейчас думаем о том, что блок все-таки пойдет в расточку, а не просто отделывается заменой колец. То есть, вот эти зазоры по поршневой, их надо уменьшить. Это можно сделать только при расточке. Замена поршней, конечно, может выгодить здесь сотку-две, но все равно зазор будет порядка 5-7 соток, 5 или 6-ти. Плюс мы не знаем, какие поршни придут, чтобы их посмотреть, померить, их нужно заказать. Вот им тоже есть определенная проблема. Так, и блок, конечно же, будет фазироваться по плоскости. Вообще, стоимость расточки в цене ремонта, она невелика. Там всего лишь несколько тысяч рублей. Вот посмотрите, в четвертом цилиндре, что с хоном? Я не понимаю, что здесь как-то грубовато он сделан, и причем только в одном цилиндре, вот какими-то полосами. Хон такой весьма странный. Пробег все-таки не маленький, почти 200 тысяч, может быть, что-то еще и смотали, поэтому все-таки в данной ситуации лучше собрать на ремонтных поршнях, расточить блок, нанести новый хон и привести зазоры в норму. Чем мы и будем далее заниматься. На дастере разобрали выхлоп, отделили коллектор выпускной от гофры, для того, чтобы посмотреть камеры и состояние катализатора. По результатам измерений цилиндров мы пришли к тому, что нам необходимо точить блок в ремонтный размер, а следовательно форсунки нужно удалять. Заковыка в том, что они запрессованы в блок, то есть здесь, как я уже сказал, есть некий фактор экономии. Тем не менее, этот вопрос решается просто. Сами форсунки не сильно дорогие, там что-то по 600, по 700, по 800 рублей за штуку, но есть одна заковыка, они левосторонние и правосторонние. Соответственно, два артикула, и нам нужно заказывать две штуки левосторонних и две штуки правосторонних, а для их удаления используем обратный молоток, привариваемся сваркой к форсункам и выбиваем их из блока. Соответственно, они одноразовые, и после удаления уже повторной установке не подлежат. Сейчас блок подготовлен к расточке, поршни уже приехали, но вот с кольцами засада. По ремонтным кольцам срок поставки 41, рабочий день. Клиент уведомлен, и мы сидим, будем ждать. Ну, страдать от безделия не будем, есть много другой работы. Пока расточится блок, пока подготовится головка, придут остальные запчасти, там, глядишь, и кольца подъедут. Наконец-то приехали поршневые кольца. Сегодня я начну сборку головки блока цилиндров. Она помыта, фрезерована, очищены клапана, новые колпачки. Ну, а к блоку цилиндров и сборке двигателя я перейду послезавтра. Таковы у нас планы. Установка будет уже на следующей неделе. Головка готова. Сегодня у нас день сборки чугуна. На одном из кантователей Веста, на другом – Дастер. Но, поскольку видео снимается про Дастер, про него я и буду рассказывать. Цилиндры расточены в ремонтный размер, плоскость фрезерована под прокладку. Приехали долгожданные поршневые кольца, которые мы ждали более месяца. Ремонтная поршневая, новые вкладыши. Здесь я сделал дополнительные сверления в канавках маслослива. По моему мнению, там две штуки всего этого недостаточно. Новые гидрики, форсунки. Форсунки тоже в дефиците. Две штуки пришлось заказывать окольными путями. Гофра новая, прокладки. Различного рода болты, свечи, гидрокомпенсаторы. Плюсом, еще клиент привез сцепление, фазик, ремни. Это все позже достанем. А пока подсоберу поршневую и установлю форсунки. Маркировку красным маркером нанес я сам. Соответственно, уже по циковкам производителей ремонтных поршней маркировку направления здесь не задает. Потому что, я уже говорил у французов справа налево, чтобы не было путаницы. Мол, ориентируйтесь сами. Ничего такого нет. То есть, мы все промаркировали под себя, чтобы не перепутаться. Это очень важно. Сейчас переворачиваем блок цилиндров и будем сажать форсунки. Форсунки масляные установлены. Использован анаэробный клей. Положение выверено по поршню. После сборки коленвала обязательно проверяем, как он вращается. И смотрим, чтобы форсунки нигде ничего не задевали. Устанавливаем масляный насос. Выставляем коленвал специнструментом ВМТ. Головка установлена на блок, затянута. Водяная помпа смонтирована. Шкив коленвала. Осталось смонтировать распредвалы и крышку. Занятный, конечно, двигатель. Очень интересный в плане сборки ГРМ. Приспособление у нас вот это от ВАГа. И для ВАГа покупалось. Суть в чем. Коленвал выставляется фиксатором, который я уже показывал. А распредвалы выставляются вот такой интересной планочкой. Причем у этой планки, относительно пазов в торцах распредвалов, люфт такой довольно приличный. Больше, чем у Форда. И вообще у нас вот сейчас сомнения, как это все будет потом работать. И будет ли оно работать в принципе с такими люфтами и такими погрешностями приспособлений. Я думаю, на метках было бы собрать точнее. Итак, распредвалы выставлены вот этими самыми скобами. Установлен ремень ГРМ. В интернетах говорят, что вот эти вот рисуночки с логотипчиками, вот эта точечка, должны быть направлены вверх. По ним дилеры проверяют правильность установок. Правда, следует сказать, что сейчас уже и дилеров-то скоро не будет. Ну да ладно, сделаем как говорят. И сейчас, удерживая распредвалы, будем затягивать болты крепления. Немаловажная хитрость. Вот эти специнструменты, они зачастую бывают невысокого качества. Ну, либо с отклонениями. Все-таки это не оригинал. Поэтому в данной ситуации мы использовали канцелярские лезвия для того, чтобы убрать люфты. То есть, иначе распредвалы просто смещаются достаточно сильно. Впоследствии могут быть проблемы. А учитывая неудобность этого мотора, лучше перестраховаться. После обтяжки шестеренок можно устанавливать заглушки распредвалов. Вот они здесь лежат, две штуки, новенькие. Двигатель готов. Теперь можно снимать скантователя и отправлять на установку в автомобиль. Заключительным аккордом нашего капитального ремонта является промывка топливных форсунок в ультразвуковой ванночке. Для этого применяется специальная жидкость для очистки форсунок от компании «Лавр». Данным составом пользуемся уже много лет и всегда получаем неизменный результат. Чистые форсунки дают правильный факел распыла топлива. Снижается расход и улучшается приемистость двигателя. Если у вас нет возможности промыть форсунки ультразвуком, либо у вас форсунки прямого впрыска, используйте моющую присадку «Бензин» – очиститель инжекторов от «Лавр». Она заливается в топливный бак перед заправкой, имеет удобную воронку и является безопасным профессиональным средством. Дастер у нас пошел на сборку и есть проблема с комплектом сцепления, которое по счастливому стечению обстоятельств привез клиент. Как всегда, клиентское сцепление. Само сцепление, в общем-то, подходит. То есть и диск, и корзина. Здесь все хорошо, не подходит только выжимной подшипник. Вот он. Вот это старый выжимной лежит, а это вот новый из комплекта. Вот видите, да? Отверстия не совпадают с корпусом и, соответственно, его поставить сюда не получится. Варианты колхоза – подпиливание отверстий, конечно же, мы отвергаем. Данный комплект, судя по всему, владелец привез от «Ларгуса». Выжимные подшипники у них немного отличаются. Монтируем двигатель с коробкой. Значит, смотрите, с клиентом было согласовано следующее. Выжимной вообще купить невозможно. Оригинал. Его просто нет в продаже. Кажется, последствия санкций, судя по всему. Есть заменитель. Есть китайский заменитель, по которому в отзывах пишут, что он вообще не подходит. То есть по диаметру трубок и, соответственно, течет тормозная жидкость. Есть также «Валио», но по нему отзыв такой, что через 30 тысяч пробега он потек. А на этом автомобиле для того, чтобы поменять выжимной подшипник, нужно демонтировать подрамник и снять коробку. Это очень трудоемкая работа. Поэтому я клиенту изложил все варианты. Он сказал ставить назад старый подшипник. В целом он немного шуршит. Но, видимо, теперь такие детали у нас будут считаться годными, судя по всему. А дальше искать такие же, но на разборе. Собираем, как есть. Хотя бы диск с корзиной новый будут. Двигатель установлен. Работы по установке продлились два дня. Предвижу, конечно, что большинство комментариев будет по поводу того, что вы установили бэушный выжимной подшипник. А куда деваться? Привыкайте к новым реалиям. У нас гильзовщики-расточники руки потирают, улыбаются. Вы, говорит, скоро будете гильзовать под старые поршни. Я говорю, что гильзовать и гильзовать каждые полгода год. Потому что запчастей не будет. Зато, говорит, у вас есть отличный опыт переделки под другие поршневые кольца. Ну, вообще супер. Осталось только еще других размеров, там кольца, подпиливая торцы замков, подгонять под эти поршни. В общем, перспектива не радужная, но будем надеяться, что все будет хорошо. Мотор установлен, работает, кондиционер заправили, выжимной не шумит. Запустим двигатель, послушаем, как работает. В общем, владельцам Рено остается только посочувствовать. Перспективы у них, конечно, не радостные. Еще хочу отметить, вот по поводу поршневых колец. Когда я писал в телеграме, что вот там на те, на те модели были проблемы. Там люди, ехидно улыбаясь, писали, что вот, а сейчас проблем нет, кольца продаются. Ну, конечно, продаются. Потому что партия колец пришла, из них мы забрали свои кольца и остальное выкинули на рынок, на продажу. Вот и все, все очень просто. Просто где-то кто-то разгрузил фуру, грузовик с этими самыми кольцами. И они появились не только у нас, но и появились в том числе в свободной продаже. Вопрос, надолго ли, и когда они снова закончатся, и когда снова будет дефицит. Ситуация с запчастями меняется каждый день. Даже сегодня, там, в день выхода ролика, вы можете посмотреть, и, возможно, даже выжимной подшипник появится в продаже. Все может быть. Но это рынок запчастей. Поэтому то, что было актуально сегодня, там, через неделю, может быть вообще не актуально. В том числе и по ценам. Зато, когда запчастение будет, здесь можно устраивать дискотеку с иллюминацией, ментосом и колой. Если найдете, конечно, ее в продаже. Тест-драйва на автомобиле не будет. Машина на летней резине. А таковых автомобилей у нас половина стоянки. Хотя сейчас у нас начало декабря. Владельцы едут на ремонт очень оптимистично. Думают, что сроки ремонта займут несколько дней. И они успеют до первых снегов забрать автомобиль. Сейчас просто приезжают на вторых автомобилях и привозят резину зимнюю. И меняют ее здесь. Ну что ж, все работает хорошо. Кого интересует стоимость ремонта, отвечу. Скрывать не буду. 227 тысяч рублей. Работа запчасти механообработка. Добро пожаловать в мир новых цен. Такая вот стоимость. И то еще надо побегать за запчастями. А когда-то был автомобиль-убийца Нивы. А по факту, это Нива убила Дастер. Нива осталась, а Дастер умер. Нет больше Дастера. А Нива вечно. На этом все. Спасибо за просмотр. И до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова